18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Задача сотрудника полиции – провести эвакуацию, обеспечить оцепление участка. Безопасность каждому голосу. Члены избирательных комиссий отработали порядок действий при возможных ЧАЭС на выборах. Можно за какие-то час-два пройти всех вручей. Прием выходного дня. Медицинские услуги с доставкой на дом продолжают получать сельские жители в рамках профилактических дней здоровья. Задевая струны души, русские народы и авторские песни в исполнении вокалистки Надежды Струнки звучали в городском театре. Глава Анапы Юрий Поляков принял участие в заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Краснодарском крае под председательством губернатора Вениамина Кондратьева. Для Анапы как курорт на территории вопрос борьбы с контрафактным и фальсифицированным товаром особенно актуален. На селекторе говорили о том, как найти и уничтожить источник повышенной опасности для здоровья людей и экономики региона. Рынок строительных материалов, фармацевтика и, конечно, потребительская сфера – вот ниши, которые пытаются занять производители контрафакта. В первую очередь это удар по безопасности и здоровью потребителей. Огромные потери несет легальный бизнес. Во вторую очередь это нездоровая экономика с точки зрения конкурентоспособности тех легальных производителей, которые платят налоги, которые работают с белым, которые платят зарплату, и все у них легально, и все исходя из буквы закона, и те, которые работают в черную. Краснодарский край в силу своей курортной специфики – огромный рынок для сбыта контрафакта. В Анапе это фальсифицированный алкоголь. Только в 2017 году полиции, в том числе совместно с Управлением торговли администрации города, из незаконного оборота изъято свыше 77 тысяч литров суррогата. Работа эта будет продолжаться, однако, по словам главы Анапы, необходимо выявлять источники нелегального производства на территории курорта. На помощь созданной в ноябре прошлого года комиссии должна прийти общественность. Абсолютно правильно сказал губернатор Вениам Иванович, что торговля – это конечная точка реализации, и не всегда покупатель может разобраться, контрафакт или нет, если она попала в торговлю, что мы бьем как бы по хвостам. На самом деле, конечно, нужно принимать все меры, и вот я сегодня на совещании всем своим сказал, давайте в СМИ опубликуем еще раз, а дополнительно доведем информацию до всех наших жителей, что если вы чувствуете, что где-то что-то выгружается с КАМАЗа, где-то какое-то производство, которое работает по ночам, чтобы извещали нас о комиссии, потому что у нас в комиссии присутствуют и работники правоохранительных органов. Кроме того, с полицией достигнута договоренность об ужесточении контроля ввоза продукции на территорию Анапы. Более двух тысяч жителей и гостей города-курорта написали заявление о переносе места голосования, сообщили в избирательной комиссии муниципалитета. Выбрать участок можно будет практически до последнего момента, однако изменится процедура. Об этом шла речь на специальном семинаре в городском театре. Там же впервые обсудили порядок действий в чрезвычайных ситуациях. Председатели и члены участковых избирательных комиссий прикидывают, как организовать здесь процесс голосования в случае чрезвычайной ситуации. Автобус низкопольный, он будет дежурить на протяжении всего дня голосования. Примерно так должна проходить эвакуация. У каждого своя зона ответственности. Необходимо вынести списки, урну, чистые бюллетени, документацию. По легенде, на участок позвонил неизвестный и сообщил о заложенном взрывном устройстве. Эвакуацию могут начать, если на участке обнаружат, например, бесхозную сумку или коробку. Окончательное решение о переносе голосования, а затем о возвращении на участок принимают специальные службы. Количество людей, которые смогут оказать помощь, которые будут заниматься обеспечением безопасности, по идее, достаточно. Задача сотрудника полиции провести эвакуацию, обеспечить оцепление участка. После сообщения будет направлена следственная оперативная группа и кинулок со служебной собакой. После того, как прибудут они, кинулок обследует место и сообщит сотруднику полиции о том, что, допустим, не подтвердилось, сотрудник полиции сообщает председателю избирательной комиссии, и тогда тот принимает решение о вознаправлении голосования. В полиции напоминают создание препятствий избирательному процессу, а уж тем более телефонный терроризм, серьезные уголовные преступления. Подобные занятия проводятся впервые. Это очень важно в условиях нынешнего времени. Надеемся, что мы будем научены, но нас это минует. В непредвиденных случаях будут выносить в том числе документы строгой отчетности. С 13 марта и до 14 часов 17 марта и только в избирательной комиссии по месту жительства гражданин может написать заявление, которое позволит ему проголосовать на любом избирательном участке. Оно специальное заявление, и ему присваивается спецзнак марка с номером. И когда человек приходит на избирательный участок, отрывная часть этой марки отрывается и клеится в список для голосования. Это будет последняя возможность перенести место голосования. А пока до 6 вечера 12 марта соответствующее заявление примет любая избирательная комиссия. В Анапе такие документы уже оформили более 2000 граждан, как жителей города-курорта, так и других муниципалитетов. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Привлечь внимание молодежи к главному политическому событию года по-особому решила редакция кубанских новостей. Они запустили уникальный конкурс «Голосовач», в рамках которого за селфи на выборах можно будет получить айфон или айпад. Всего разыграют более 100 призов. Чтобы получить ценный подарок за проявление гражданской позиции, нужно 18 марта прийти на любой избирательный участок и сделать фото специального стенда. Выложить его в ВКонтакте или Инстаграме под хэштегами «Голосовач23» и название города, в котором голосовали. Работы будут приниматься с 18 по 20 марта. Итоги подведут до 1 апреля. Подробности об условиях и правилах размещены на сайте конкурса. 18 марта анапчане не только сделают важный выбор для будущего всей страны, но и смогут повлиять на облик родной Анапы. В этот день жители выберут проект, который получат финансирование по программе «Городская комфортная среда». Всего муниципальная комиссия определила 14 территорий претендентов на благоустройство в первоочередном порядке, в их числе и парк культуры в селе Витязево. Это центральный парк, единственный в селе. Здесь проходят праздники, спортивные и культурные мероприятия, в том числе и для детей. По словам местных жителей, реконструкция просто необходима. Малоблагоустроенных прогулочных зон, устаревший элемент освещения, скамейки и детская площадка – все это нужно обновить и осовременить. Витязево – это, наверное, второй по населению и по значимости населенный пункт в Анапском районе, по крайней мере, для отдыхающих. И хотелось бы, чтобы им здесь было комфортно и приятно находиться. Я считаю также, что наш проект является одним из лучших. Он очень качественно проработан, со всеми нюансами и отвечает современным стандартам. В рамках проекта здесь предусмотрено дополнительное зеленение, благоустроенные пешеходные дорожки, скамейки, урны, новое уличное освещение, а также реконструкция детской площадки. Вдохнуть в парк новую жизнь возможно уже в этом году, если за проект проголосует большинство. Для этого 18 марта нужно с паспортом явиться на участок счетной комиссии. Всего их будет работать 55. Витязево они расположатся в здании Дома культуры и Третьей общеобразовательной школы. С другими проектами можно ознакомиться на официальном сайте администрации или на нашем анапорегион.ру. Медицина с доставкой на дом в сельских округах продолжаются выездные дни здоровья. В минувшую субботу анапские медики посетили сразу два округа. В Юровке врачи осматривали маленьких пациентов, а в станице Благовещенской принимали взрослое население. Наши корреспонденты побывали на обеих площадках. Подробности в сюжете. В Юровской больнице долгожданный день здоровья. Сегодня городские специалисты принимают исключительно маленьких пациентов. Педиатр, лор, хирург, окулист, стоматолог. Всего около 10 узкопрофилированных врачей. Родители отмечают, для многих отпала надобность ехать в городскую поликлинику. В Алексеевку только нам приходится ездить, проходить врачей. А здесь как бы рядышком очень хорошо, тем более перед садиком. Вообще прекрасно. Мне здоровья нужны, очень нужны, потому что детей много и в Алексеевку попасть очень тяжело. Мне понравилось, потому что приехали все врачи и можно за какие-то час-два пройти всех врачей. Всего за несколько часов было осмотрено 84 ребенка. Из них 34 – это малыши до года. И 9 детей с ограниченными возможностями здоровья. У маленьких селён все те же проблемы, с которыми они приходят в нашу жизнь. Та же патология с речной сосудистой системой, неврологическая патология. Постоянно под контролем у нас дети инвалиды. Постоянно под контролем у нас дети из семей, которые подлежат специальному вниманию. Для этого это исключительно профилактическая акция. Для того, чтобы не пропустить сложную патологию, для того, чтобы своевременно выявить особенности развития ребенка и провести коррекцию, назначить консультацию узких специалистов. А в станице Благовещенское мобильный диагностический центр развернулся в Доме культуры. Сегодня здесь принимают взрослое население, а также кроме терапевтов – врачи узких специальностей – невролог, эндокринолог, кардиолог, офтальмолог. Кроме того, каждый желающий мог пройти комплексное обследование, измерить давление, сдать некоторые анализы крови, сделать УЗИ органов, брюшной полости, ЭКГ и флюорографию. Ажиотаж, как всегда, у кабинета кардиолога. По словам медиков, патологии, связанные сердечно-сосудистыми заболеваниями, сегодня вызывают серьезные опасения. У многих имеется нарушение ритма по типу фибрилляции предсердия, экстрасистолии, гипертоническая болезнь, возможно, недостаточной гипотензивной терапии. Я считаю, что все-таки это, наверное, по вине самих больных, потому что рекомендации врачей не выполняют, не регулярно принимают гипотензивные препараты. Всего в Благовещенское обследование прошли 174 станичника. Из них 45 воспользовались услугами передвижного флюорографа. Все пациенты получили заключение и рекомендации врачей. Те же, кому требуется более углубленное обследование, пройдут его на базе городской больницы. Что важно, здесь у нас есть талоны для профильного обследования наших сосудов, которые всегда требуют уже с определенного возраста внимания. И здесь мы также наших жителей села не обидели. Есть определенные квоты, где по назначению наши пациенты смогут пройти уже потом на базе городской больницы узкопрофильную диагностику. Говоря о медицине, нам важно понимать и знать, и донести это до жителя, что главное – профилактика. А мы уже с лечением поможем. 31 марта в Благовещенской медики будут принимать маленьких пациентов. А для взрослого населения следующий день здоровья пройдет 24 марта в поселке Виноградный. Руслан Душевский, Анапа, регион. Воспевающая Россию. С новым репертуаром в Центре культуры Родина выступила анапская исполнительница Надежда Струнко. Концерт «Пою Россию» организован в честь юбилея вокалистки. В нем также приняли участие творческие коллективы города-курорта и Центр развития славянской культуры. ПОЮТ НА ИНОСТРА Она привлекала фольклорное творчество. Даже псевдоним подобрала соответствующий. Псевдоним «Струнка» пришел не случайно. Еще в Омском хоре мне говорили, что я такая как стержень, как пружинка, как струнка. Но и голос звонкий, стройная, так и струнка пришла. В организации концерта приняли участие одни из лучших анапских коллективов. Гармония Орфея, русские узоры, ансамбль Зорница, а также воспитанники Центра славянской культуры. По мнению руководителя Центра, песни «Надежды» прививают молодежи патриотизм и способности к культурному развитию. ПОЮТ НА ИНОСТРА Конечно, она своими песнями и поднимает Россию, и вспоминает вот эти песни. Ну что, по всей России. Желаем ей петь по всей России, начиная с нашей Анапы. В основе репертуара – русские народные песни. Не так давно она стала исполнять авторские композиции на стихи своей мамы-поэтессы. С одной из них она выступила на Поклонной горе 9 мая в минувшем году, представив Анапу в вокальном конкурсе «Песня победы». Также Анапченко стала лауреатом международного конкурса «Звезда Крыма». Сейчас она готовится принять участие в галоконцерте конкурса, который состоится в Москве. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. В Анапе определили состав команды дзюдоистов для участия в первенстве края. Муниципальный этап собрал на татаме более 150 юных спортсменов 2006-2008 годов рождения. Для ребят, впервые принимающих участие в состязаниях, это отличная возможность проявить себя и перенять лучшее у более опытных спортсменов. Достаточно большое количество участников. Я считаю, это очень замечательно, потому что этот спорт любимый у нас в городе курорт Анапа. Приятно, что сегодня спорт стал еще и конкурентным, потому что прибывают и клубные команды. Мы с удовольствием встречаем, поскольку из их рядов пополняется наше... Куется мастерство наших спортсменов всех в целом, а это, в общем-то, и положительно, потому что ребята чувствуют, что разные школы, разная подготовка и, конечно, выявляются сильнейшими. В соревнованиях принимают участие воспитанники первой, четвертой и пятой спортивных школ, а также спортклуба «Дельфин». В Анапе дзюдо занимаются порядка двух с половиной тысяч ребят. Причем в этом спорте не только парни, но и девчонки. В своей первой схватке Анна Пугачева одержала безоговорочную победу. Это будет ее уже восьмая награда. За два года занятий спортсменка достигла серьезных результатов и не считает, что дзюдо – не женский вид спорта. У меня нормально. Себя могу защитить и буду сильной. Ребята, которые делают первые шаги в спорте, некоторые уже обладают определенными навыками техническими. У некоторых за спиной уже есть ряд побед. Есть у нас ребята и победители края здесь борются. Соревнования определяют лидеров. В каждом весе, особенно в таких весах, где 34, 38, 42 килограмма, очень большие представители. Конкуренция достаточно сильная. Я думаю, в каждом весе можно человек по пять назвать, которые реально могут претендовать на первые места. По итогам соревнования определились 15 победителей в разных весовых категориях. Все они получили медали и грамоты. Это отборочный этап. Его призеры в составе сборной города примут участие в первенстве края, которое пройдет в Армавире. Ольга Родина, Ксения Сепко, Роман Беркалеев, Анапа-регион. Далее информация о партнере программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ